Всем привет! Добрый день, добрый вечер! С вами Дита из Канады, и сегодня у нас видеоболталка, как всегда, по средам. И сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как минимализм. Ну, вам, наверное, странно, что я с вами разговариваю о минимализме. Я, в общем-то, человек, который не раз признавался в том, что я большой шопоголик, неисправимый шопоголик. Но я говорю на эту тему, потому что меня она волнует на самом деле. Я далека от минимализма, я вообще совершенно не минималист. И я долго думала и много думала на эту тему, почему, собственно, вот минимализм не затронул, так сказать, мой мозг. И не коснулось меня это веяние, вот так, как очень многих. И я искала ответы на эти вопросы, потому что я не могу сказать, что я горжусь тем, что я не минималист. Нечем тут гордиться, понятно, что это не предмет для гордости, но это факт. То, что есть, то есть. И я долго думала об этом и долго думала, почему, собственно говоря... Почему, собственно говоря... И плюс ко всему, знаете, вот я заметила, что многие-многие люди моего поколения, и вот люди, которых я знаю, мои ровесники, они тоже как-то, в общем-то, далеки от темы минимализма. И меня это навело на какие-то мысли. То есть, в принципе, я не могу сказать, что все, абсолютно все люди моего возраста, моего поколения, они не минималисты, и идеи минимализма их как бы не затронули. Есть очень много. Есть среди них много людей, которые, да, следуют этим идеям и соблюдают, и пытаются стать минималистами, пытаются свести свое, так сказать, потребительство к минимуму. Но, если честно, я таких людей знаю мало. Вот из моих знакомых, из тех, с кем я встречалась. И это не только потому, что это люди моего круга, которые такие же шопогольки, как я. Это люди разных, так сказать, кругов, так скажем, знакомых, знакомых, знакомых. И, в общем-то, никто из них не проникся, не проникся этой идеей минимализма. И меня это навело на мысль, что, возможно, есть в этом какой-то, ну, то есть, как бы, это модное веяние, вот современное веяние, которое, в общем-то, которое охватило умы людей более молодых, миллениумов, и людей, которые родились в определенное время, а нас, людей, которые выросли в социалистическую, так скажем, эпоху. А я говорю именно о людях, выходцах из бывшего СССР. Я говорю о моих знакомых, выходцах из бывшего СССР. Для начала, начнем с них. Так вот, я думаю, что поскольку мы жили в такое время, когда мы были минималистами по нужде, так скажем, да, во всяком случае, я могу сказать за мою семью. У меня была очень среднестатистическая семья, мама, папа, двое детей. Моя мама была учительница музыки, мой папа был инженер на заводе. Мы жили очень стандартной средней жизнью. Не было у нас доступа никаким деликатесам, никаким дефицитам. И мы, в общем-то, пользовались всем тем, что могло нам предоставить Министерство торговли СССР, а также фабрика большевика, фабрика прогресс. И заработок у нас был небольшой. Вы, наверное, все помните, что в Советском Союзе инженеры-учительницы не зарабатывали каких-то очень больших денег. В общем-то, жили мы от зарплаты от зарплаты. Боже, упаси, мы не голодали, не бедствовали, но каких-то больших разносолов мы не могли себе позволить, просто потому что просто их невозможно было купить и невозможно было достать. Те, кто жили в ту эпоху, в которой жили мы, и те, кто выросли в ту эпоху, в которой выросла я, вы, наверное, со мной согласитесь, что наша жизнь, в общем-то, была близка к идее минимализма. Мы очень использовали очень мало одежды, мы, так сказать, потребительство было нам чуждо только лишь потому, что мы не могли, в принципе, ничего купить и ничего достать. Любая вещь, которая попадала в дом, это было большой праздник и большое счастье. Для того, чтобы купить любую шмотку, надо было стоять в очереди в магазине ЦУМ или ГУМ. Причем очереди эти были километровые, и очереди эти были многочасовые. И, в общем-то, я, например, росла и донашивала одежду своей сестры. Всегда, причем всегда. И, допустим, если у меня было осеннее демисезонное пальто, то оно было одно, и носила я его много-много лет. И если у нас было одно нарядное платье, то оно было у нас одно на двоих сестрой, потому что, в принципе, у нас небольшая разница. И мы, когда подросли, обе, так сказать, она стала девушкой, я стала подростком, мы примерно имели один размер, и у нас было одно нарядное платье на двоих, которое мы периодически носили, в зависимости от того, кому оно было нужнее в эту самую данную минуту. Ну что это, как не минимализм? Понимаете? То есть у нас был минимализм во всем. В одежде, в мебели, в еде. Поэтому проживший, выросший вот в такой вот системе, в такой вот ситуации, я считаю, что вот это наложило на нас, на людей моего поколения, выросших особенно в Советском Союзе, такой отпечаток, который вот не дает мне как бы... Вот сейчас я как бы восполняю то, что я недополучила в своем детстве. И сейчас я как бы вот добираю то, что мне не хватало в детстве, тех красивых тряпочек, красивых там с сережек и колечек, которых у меня не было. Я очень хорошо помню историю, как я увидела у одной из моих подруг в школе какое-то необыкновенное, на мой тот взгляд, казалось, колечко. Это была совершеннейшая бижутерия, оно стоило там копейки какие-то. Это была чешская бижутерия, это было кольцо с камушками, с цветными. Ей его привез ее отец из какой-то командировки, может быть, в Германию или в Чехословакию, я не помню точно. И оно поразило мое воображение. Это кольцо, оно стало чем-то, что, ну, в общем, это была вообще моя мечта. Я не понимала, что я никогда в жизни, вот так вот я думала, у меня никогда в жизни не будет такого кольца. И мне было, ну, лет 10, наверное, 12, может, не помню точно. Но во всяком случае. И вот знаете что? Мне кажется, что вот эта вот ситуация, вот эта вот история превратила меня в сороку, которая клюет на все цветные камушки и покупает, и хватает все, что вообще видит глаз, и все, что хочется, потому что вот эта, так сказать, детская травма, ну, травма в кавычках, понимаете, вы понимаете, что я имею в виду, наложила некий отпечаток на наше сознание, что вот люди, выросшие в бывшем СССР, при таком тотальном дефиците, для них очень тяжело воспринять, принять, принять идею минимализма. В принципе, для наших детей, видимо, ситуация уже совсем другая. Они выросли в достатке, они получали все, что они хотели, у них всегда было все, что они хотели, и поэтому для них, видимо, эта вот идея минимализма, более они ее воспринимают, более как бы с распростертыми объятиями, так скажем, чем люди нашего поколения. Я, кстати, под одном из видео, не помню, какого блогера, на эту тему написала свои мысли вот эти и схлестнулась с удивлением с одним из комментаторов тоже, значит, который написал мне, что чего вам не хватало в Советском Союзе, что вам не хватало, у нас все было, вы понимаете, и для меня это было таким удивлением и таким сюрпризом, что я как бы, что есть люди, которые считают вот сейчас, что тогда, когда мы жили в наши, это были 70-е, начало 80-х годов, что у нас все было, и чего вам не хватало. Вот я удивляюсь, насколько у людей или короткая память, или они выдают желаемое за действительное, или, я не знаю, я не могу это объяснить, или это просто был какой-то троллинг, или это просто был какой-то стеб. Потому что как в здравом уме и в твердой памяти человек может утверждать, что когда мы жили в Советском Союзе, в социалистическое время, у нас было все, что нам хотелось, и чего же вам не хватало. Я написала ему, послушайте, возможно, ваш папа был председателем обкома, или там завбазой, или что-то такое, или какой-то был большой партийный, или комсомольский чиновник. Вот этим людям действительно всего хватало, и у них не было никаких проблем в жизни никогда, в их детстве, в то время. Но он мне написал, нет, нет, у меня папа был там простой рабочий, мама тоже. И я тогда, в общем-то, ну, знаете, для меня это было просто, ну, я не понимала вообще, что происходит, и о чем этот человек говорит. Вот я привела это просто как пример, просто вспомнилось мне вот в этом разговоре, о том, что есть люди, которые до сих пор, или снова, или опять считают, что, в общем-то, наша жизнь в те годы была прекрасная, полна всего чего угодно, мы не испытывали недостатка ни в чем. Я не говорю, что она была ужасна, наша жизнь. Она была прекрасна только потому, что мы были детьми. И любой человек, детство его прекрасно, потому что были живы родители, и не было у нас проблем и забот больших, и, в общем-то, мы ходили в школу, у нас были друзья, мы тусились, веселились. Любой человек в детстве, в молодости, в любой стране, в любой ситуации, в любом, так сказать, государстве, его воспоминания детства, его прекрасны. И наши воспоминания детства прекрасны. Но утверждать, что мы жили в полном достатке, что у нас было всего до кучи, и чего, и балом, и чего только хотите, это надо просто, или просто у вас отшибла память, или... Вот. Поэтому, если кто-то хочет со мной поспорить на эту тему, то, в принципе, вы можете, конечно, поспорить, но я не знаю, если честно, мне кажется, что это совершенно абсурд утверждать на белое-черное и на черное-белое. Так вот, я хочу сказать, что вот мое глубочайшее мнение, что я, как пример, и многие люди, вот подобные мне, они испытывают вот синдром, вот это вот, знаете, все наши проблемы идут с детства. И синдром вот этого вот недостатка, дефицита, и нехватки того и сего, и вот сейчас, когда они выросли, и есть средства, и есть возможности, мы, так сказать, затрываемся по полной, что называется. Я не могу сказать, что я не понимаю эту идею минимализма. Я понимаю, и я понимаю, что это... что это важно, что это, возможно, какое-то веяние, такое, которое нужно как-то воспринять и попытаться вести в обиход моей жизни. Я не могу сказать, что я думаю, что я смогу это сделать. Я вернее могу сказать, что, скорее всего, минималистом я уже не стану никогда. Даже зная, что это, в принципе, хорошая идея, и даже понимая, что захламляя свой дом одеждой и разными другими вещами, мы не делаем нехорошо никому, ни себе, ни этой планете, ни будущим нашим поколениям, ни нашим детям. Абсолютно никому мы не делаем хорошо. Но вот я точно совершенно знаю, что я никогда не буду минималистом. Хотя никогда не говорю никогда, знаете, да. Возможно, будут мои дети более подвержены этой идее, возможно, мои внуки. Но со мной это точно уже. Я не приживусь к ней никогда. Что касается людей, вот, допустим, в Канаде. Людей, которые прожили, их детство прошло не в таком дефиците, как у нас, например, а жили они в достаточно более или менее достатке. И как бы, по идее, идея минимализма должна их больше, ну, хватить, так скажем, да, чем нас, потому что вот у них никаких нету причин сейчас отрываться за свое несчастное, в кавычках, детство. Я тоже, знаете, разговаривала с некоторыми людьми, местными канадцами, которые, в общем-то, где-то моего возраста, и для них, вот как ни странно, для них это тоже тема не является уж очень близкой. потому что я вам хочу сказать, что 70-е, 80-е годы в любой стране Запада, и в Канаде, и в Штатах, и в Европе, это тоже не было такой изобилии, и такое достаточно всего завалить, как сейчас, понимаете. Они тоже, они не жили так, как мы жили в Советском Союзе, но они тоже не жили в каком-то, в каком-то таком невероятном достатке, таком, как сейчас живут, например, наши дети. Их детство тоже прошло, в общем-то, в достаточно таких, ну, не спартанских, но условия их жизни очень отличались от условий жизни сегодняшних детей, и не было здесь такого изобилия, и не было здесь того, чего есть сейчас везде, в любой стране мира. Поэтому для них это тоже как бы с какой стати, почему я должен себе отказывать в чем-то, я всю жизнь жил, я всю жизнь работал, я всю жизнь зарабатывал на то, что сейчас вот в моем возрасте я могу себе очень многое позволить, я могу купить все, что я хочу, я могу не думать сильно о том, что надо мне это или нет, я просто, если я хочу, я могу это купить. И, в общем-то, вот такой вот подход к жизни, к покупкам, он как бы отрицает, скажем так, к идее минимализма, в общем-то, да. Но вот молодое поколение, оно как бы более подвержено этой идее по причине того, что следующее поколение, оно всегда как бы отрицает ценности предыдущего, вечная история отцы и дети. И если наше поколение не очень подвержено минимализму, а скажем так наоборот, то наши дети, по-моему, идут в обратном направлении и изо всех сил пытаются сделать что-то наоборот от того, что делаем мы, и их ценности меняются и становятся, в общем-то, обратными тем ценностям, которые существуют у нас. Ну, это образно говоря, не поймите меня на сто процентов. Я говорю не о всех ценностях, я говорю о каких-то определенных вещах. Опять же, все, что я сейчас говорю о людях моего поколения, которые не очень подвержены идее минимализма, я говорю в общем и целом. Я не говорю про всех. Есть люди, которые, да, в моем возрасте, они как бы абсолютные минималисты, но, опять же, по моим наблюдениям, этих людей меньшинство как в среде русскоговорящих, так и среди канадцев. И я вам просто высказываю свои впечатления о себе и о тех людях, которых я знаю, которые меня окружают и которых я встречала. Такой сегодня у нас будет разговор, такая сегодня у нас будет тема. Я надеюсь, что вам было интересно. Я жду вас в комментариях. Поспорьте со мной, если вы со мной не согласны. Также жду вашей реакции, ваших лайков или дизлайков. Это зависит от того, что вы думаете по поводу моего видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Люблю, целую. С вами была ваша Дита. До новых встреч.